Ну, я антипиратский закон не читал, поэтому сложно мне сказать. Ну, во всяком случае, в интернете музыку я покупаю, а видео я смотрю по телевизору, поэтому мне все равно. То есть я считаю так, что если музыкант хочет, чтобы за его деньги, или там издатель, да, вот, не хочет бесплатно это, чтобы приносил, ну, пожалуйста, я заплачу, мне не так уж и дорого, там, сколько-то там, сто рублей, грубо говоря, за альбом, это немного. А если музыканты есть, которые бесплатно сами выкладывают, прекрасно, их очень много, и все хорошо, все друг друга слушают. Вот, ну, еще такой момент, что когда-то вот были времена, когда люди переписывали записи, там, с кассеты на кассету, например, ничего, как-то все было нормально. Ну, я думаю, что люди найдут способ друг друга делиться. Понимаете, одно дело, вот, пиратство как воровство, когда ты берешь какую-то запись, потом ее продаешь, да, которая тебе не принадлежит, а другое дело, когда ты вот между собой делишься любимой музыкой, например, любимым фильмом, это немножко другое. Мне кажется, это даже влияет на популярность исполнителя или там автора. Но, с другой стороны, конечно, да, там, вот кино снимать, это надо огромные деньги в это вбухать, а потом раз, и все бесплатно его посмотрели, тогда, как бы, теряется смысл снимать эти фильмы. Я не знаю, я хожу в кино, очень редко, но бывает, я плачу за это деньги, а когда... А так, я не скачиваю из интернета какие-то сериалы, фильмы, я вообще мало смотрю кино, если что-то есть в телевизоре, я посмотрю. Единственное, что покупаю музыку.